Бывшие участники АТО из Днепропетровской области выращивают рассаду прямо у себя дома на подоконнике. Клубника, зелень, помидоры, черри и все это в домашних условиях без масштабных капиталовложений. В начале года Центр помощи участникам АТО организовал для тех, кто вернулся с передовой серии тренингов по гидропонике. Некоторые уже собрали первый урожай. Подробности в сюжете. На подоконнике комнаты в общежитии у Вадима Джура в начале весны уже созревает клубника. Ветеран АТО на создание такой клумбы потратил сущие копейки. Купил лишь небольшой лоток для рассады. Все остальное, включая саженцы, это у кого-то что-то есть, кому-то что-то не нужно. У того стаканчики из-под сметаны, у того лампочки, у того насос из-под аквариума, которым он не пользуется. То есть это все дело клич бросил, для интереса, для попробовать получилось. Как правильно выращивать ягоды на подоконнике Вадим узнал на тренингах. До войны был опыт. Выращивал клубнику на земельном участке, но вот все тонкости домашнего возделывания постиг только сейчас. Проблема в комнате нет пчел, поэтому вот есть такая импровизированная пчелка. Вот, ну, пыляется вот каждая ягодка отдельно. Помидоры, черри, клубника, сладкий перец, зеленый лук. Над лотками с рассадой Александр Пономаренко установил дополнительное освещение. Говорит, как потеплеет, перенесет их в парник. Мужчина не пропустил ни одного тренинга. Там и узнал некоторые хитрости выращивания рассады в домашних условиях. Не знал, допустим, про добавление бананов для лучшего роста. Ну, про биоудобрения. Ну, много чего не знали. Тренинги по стартапам помогают демобилизованным бойцам открыть для себя что-то новое и полезное. Не надо давать рыбу, надо давать удочку. И тогда человек сам может себя накормить, сам может как-то себя поддержать. И вот я думаю, что вот те тренинги, которые мы проводим, это и есть та самая удочка, которую мы даем ребятам для того, чтобы они могли воспользоваться этими знаниями и применить их, вот как им это удобно. Свои стартапы по гидропонике в Днепропетровской области уже реализуют семеро ветеранов АТО. Некоторые из них уже собрали первый урожай ягод, зелени и помидоров. Для одних это успешный бизнес-проект, для других – увлечение для души. Ирина Носачева, Дмитрий Музыка, Днепропетровская область, UA-TV.